Многоуважаемый Дмитрий Анатольевич, я отдаю себе отчет в том, что обращаюсь к президенту России. Оправданием моему непростому поступку является исключительная государственная важность тех вопросов, на которых я хочу доложить в моем обращении. В этой части моего обращения я хочу рассказать об истории создания уникального материала под названием броневая оптическая керамика шпинель. Что такое шпинель и для чего она нужна? Прозрачная кристаллическая шпинель относится к редким драгоценным камням. Так, например, большую императорскую корону Екатерины II венчает кристалл шпинели весом в 398 карат. А знаменитый рубин Тимура в британской короне тоже в действительности оказался шпинелем. Это уникальная красоты драгоценный камень. Вот в моих руках на шпинели показана моя работа, то есть художественное изображение на этом сверхтвердом драгоценном камне. Кроме красоты шпинель обладает уникальными физическими характеристиками. Например, она прозрачно в ультрафиолетовом, видимом и инфракрасном диапазонах и сохраняет эти высочайшие физические характеристики при нагреве почти до 1000 градусов. Собственно, именно эти уникальные свойства, то есть твердость, прозрачность и термоустойчивость привлекли пристальное внимание исследователей к данному материалу. В какой области могут быть востребованы материалы с такими характеристиками? Броневые оптические материалы востребованы прежде всего в термонагруженных конструктивных элементах военной техники. Например, в качестве иллюминаторов космических, летательных и подводных аппаратов различных классов. Броневых окун для вертолетов. Но прежде всего в таких материалах нуждается ракетостроение. В 1961 году в докладе для армии США известный исследователь оптических материалов ГАТИ писал «После анализа различных кандидатов поликристаллических и монокристаллических материалов сделано заключение, что Шпинель удовлетворяет практически всем требованиям, предъявляемым прозрачной броне, включая прозрачность, твердость, устойчивость к поражающим объектам, прочность, величину модулей упругости и сдвига». Другие многочисленные исследователи Шпинели своими исследованиями также показали, что физические и оптические свойства Шпинели делают ее лучшим среди всех известных материалов кандидатов для использования в качестве прозрачной брони для окон и обтекателей в оптоэлектронных будущих системах наведения ракет и самолетов. К разработкам технологии синтеза Шпинели в США и СССР приступили практически одновременно. Это случилось в 1961 году. В США синтезом Шпинели, как и в СССР, занимались во многих научных центрах. Из источников известно, что на исследования, которые несколько раз приостанавливались из-за отсутствия финансирования, в США было истрачено свыше 1 миллиарда долларов. В СССР к синтезу Шпинели было привлечено 18 научных учреждений. Ведущим был Государственный оптический институт имени Вафилова. Чем закончились эти усилия? Чем закончились эти многолетние исследования, которые проводили два крупнейших государства в мире? В СССР исследования Шпинели были прекращены в 1988 году. Примерно в это же время были прекращены исследования и в США. На данный период было признано, что Шпинель прозрачную в ультрафиолетовом видимом ИИК диапазоне синтезировать пока не удалось. Почему я делаю этот акцент в ультрафиолетовом видимом ИИК диапазоне? Дело в том, что на протяжении почти 30 лет исследователи работали с одними и теми же исходными материалами. Это были соли сульфата алюминия и магния. Я делаю акцент в данном случае. Именно на этой части работали с сульфатами алюминия и магния. Порошки. И дальше отрабатывались режимы, технологии, вводились присадки всеразличные с целью получить эту прозрачную керамику. Получили красно-бурый спек. В СССР он назывался К-57. Этот материал обладал прозрачностью только в среднем инфракрасном диапазоне. Применение никогда не нашел ни в Америке, ни в России. Поскольку прозрачностью в этом диапазоне обладает так называемая втористо-магниевая керамика, которая применялась ранее и применяется до настоящего времени в зенитно-ракетных комплексах в качестве окон. Какими же недостатками обладает эта керамика? Дело в том, что кроме низких прочистных характеристик, эта керамика является низкотемпературной. Уже после нагрева в 200 градусов ее коэффициент пропускания резко снижается. Но самое главное даже не это. Самое главное то, что втористо-магния керамика прозрачна только в инфракрасном диапазоне. Напоминаю, что мы хотели получить керамику прозрачную в ультрафиолетовом, видимом и инфракрасном диапазоне. Зачем такая широта спектра? А вот зачем. Ракеты комплексов имели инфракрасные головки самонаведения. Такая головка захватывает цель по ее тепловому излучению. В качестве защиты самолеты и вертолеты стали оснащать устройствами для выброса ложных тепловых целей. В 1990 году я создал первую в России частную лабораторию и приступил наряду с другими работами к синтезу благородной шпинели. Но моя работа была направлена на синтез шпинели, предназначенной для ювелирных целей, для ювелирной промышленности. В 1992 году в моих лабораториях была синтезирована ювелирная шпинель, и я получил на нее аттент на эту работу. В этом же году я внедрил одну из своих технологий в городе Идерберштайн. Там я познакомился с работами доктора Аккермана. В это время во всем мире было увлечение так называемыми лазерными скальпелями. У этой замечательной по сути технологии есть одно узкое место. Скальпель из сапфира держит незначительное напряжение, требует оптической ориентации, высокой точности и часто разрушается во время операции. Доктор Аккерман показал в своем патенте, что скальпели из шпинели могут держать напряжение в 100 раз превосходящий сапфир. Но этот патент и эта работа мертвые, поскольку шпинель стоит гигантских денег, и где же набрать таких скальпелей? Однако, я подумал, кое мне удалось синтезировать ювелирную шпинель, то есть окрашенную ювелирную шпинель. Я решил синтезировать конструкционную поликристаллическую шпинель, предназначенную для лазерных скальпелей, для лазерной хирургии. В процессе своей работы я беспрерывно посылал образцы в Израильский институт керамики. Вот у меня такая папочка сохранилась с тех пор, некий господин Вильнер вел меня. И вот здесь огромное количество этих отчетов, они от времени факса ведь тогда были, они вот стали такие полупрозрачные. Ну, везде видны характеристики, которые нам присылали. И каждый раз, следуя полученным результатам, я корректировал, естественно, и присадки, и все процессы, которые связаны с временем, с давлением, с температурой. Почему в Израильский институт? Потому что к этому времени я не смог найти у нас аналитический центр, который бы обладал достаточным оборудованием и там, и сохранившимся опытом, людьми, чтобы можно было проводить эти исследования. Что же я посылал в Израиль? Как это выглядело? Значит, это вот такие запрессовочки различные. Вот, например, можно увидеть края окрашенные, то есть, та самая ювелирная шпинель. Не сумел убрать отсюда, хром, допустим, там. Так вот, а центр уже прозрачный. И вот, вот это, уже совершенно прозрачная шпинель, мы хорошо видим, что она прозрачная в видимом диапазоне. И вот такие запрессовочки я посылал в Израиль, и, наконец, они прислали мне полностью спектр, показа, вот, например, вот она запрессованная, а в одном уголке замутненность. Она прозрачная, вернее, вся, а в одном уголке замутненность. Значит, вот не хватило здесь времени для кристаллизации или температуры, то есть, какого-то параметра для полной кристаллизации. И вот, наконец, когда керамика была создана, а этот факт был опубликован, ко мне приехали представители. Это был генерал Яков и генерал Парам, один из Израиля, другой из США. Мне было предложено продать эту разработку. Не продал. Что это было? Ну, видимо, в моменты декомпенсации мечтал о признании здесь. В России первые исследования, полученные в моей лаборатории Шпинель, были проведены в Всесоюзном государственном институте имени Вавилова. То есть, в том институте, который был ведущим в СССР по данной тематике. Вот метрологическое свидетельство, выданное Государственным научным центром ВНЦ ГОИ имени Вавилова. За подписью заместителя директора Шилова и начальника подразделения Баткевича. Следующее исследование проведено в государственном предприятии в НИИМ имени Менделеева. Это комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации. Было получено свидетельство и паспорт на Шпинель, подтверждающий ее оптические и механические свойства. На основании данных исследований генеральный директор Всероссийского научного центра ГОИ имени Вавилова господин Пучков выдал следующее заключение. Разработку керамики с аналогичными свойствами ведут в СССР многие НИИ с 1974 года. Разработанная Вейпетриком технология по синтезу оливомагниевой керамики методом Золь-Гей технологии является огромным научным достижением. Следующее заключение выдал заслуженный конструктор Российской Федерации, академик РАМ и РАЭН, начальник и главный конструктор Бюро машиностроения города Колонна Гущик. То есть, непосредственный разработчик зенитно-ракетных комплексов, в частности ракет-стрела и игла, оснащенных головкой самонаведения. Вот заключение Гущина. Нашими специалистами изучены характеристики материала и освидетельствование образца из этого материала. Данный материал, безусловно, обладает высокими техническими характеристиками. В настоящее время при создании многоспектральных изделий специального назначения он может найти широкое применение для изготовления обтекателей, работающих в сложных условиях. Он же и был главным заказчиком на разработку Шпинели в России. Переносной комплекс предназначался главным образом для ПВО мотострелковых и танковых батальонов. Основные цели – низколетящие самолеты и вертолеты. Комплекс «Стрела-2» разработали в Коломенском КБ машиностроения. Следующее заключение выдал знаменитый конструктор зенитно-ракетных комплексов и систем, лауреат государственной премии, трижды лауреат Ленинской премии, лауреат Ордена за заслуги перед Отечеством, академик Рам Ефремов. Зенитный ракетный комплекс «ОСА». Комплекс разработали в Научно-исследовательском электромеханическом институте. Главный конструктор – Вениамин Ефремов. Головной разработчик «ТОРА» – Научно-исследовательский электромеханический институт. Главный конструктор – Вениамин Ефремов. С-300 Комплекс С-300 для ПВО сухопутных войск разработали в Научно-исследовательском электромеханическом институте. Главный конструктор – Вениамин Ефремов. Заключение было направлено в Москву, Кремль, в Секретную службу безопасности президента. В этом заключении сказано, ознакомление с переданными нам документами и предварительное испытание образца дают основания считать, что разработанная оптическая керамика ОСЦ-4Т обладает уникальными свойствами, а ее создание является научным достижением. Особый интерес представляет возможность изготовления из нее обтекателей антенн головок самонаведения, так как керамика имеет необходимые механические свойства и прозрачная, что обеспечивает работу головок самонаведения одновременно в радио и оптических диапазонах длин волн. Всего изложенного считаем, что дальнейшее проведение работ с керамикой ОСЦ-4Т может обеспечить ее широкое применение в области оборонной техники. Должен сказать, что в тот день, когда меня принял Ефремов, великому конструктору исполнилось 70 лет. На столе в его кабинете стояли закуски, сидели люди. Он усадил меня за стол и отдал указания сотрудникам провести оптические и прочностные измерения переданных мной образцов. Примерно через полчаса принесли результаты. Он невероятно прочитал заключение, встал, обнял меня очень крепко и сказал, мы ждали это событие 20 лет. Трудно поверить, но я увидел на его глазах слезы. Уверен, что многие сотрудники Антея помнят тот день. Следующее обращение я получил от председателя комитета по военно-технической политике Министерства обороны господина Бриндикова. С всеми специалистами отмечаются высокие технологические уровни разработок, порядок из которых аналогичные достижения за рубежом отсутствуют. Некоторые организации крайне заинтересованы в подобной оптической броневой керамике повышенной прочности для изготовления обтекателей. И, наконец, меня вызвал в себе начальник вооружения вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Седнов. В его кабинете находилась группа специалистов по проблеме гамма-лазера, возглавляемая полковником Бугровым. Я сделал доклад на эту тему. Второй темой обсуждения была прозрачная керамика «Шпинель». По указанию в Седнов была создана рабочая комиссия, которую возглавил начальник 14-го управления генерал-майор Тужиков. Кроме этого, по указанию в Седнов была создана еще одна комиссия. Ее возглавил представитель РАН, был у них такой отдел прикладных наук, председатель этого отдела. И обе компании работали со мной в городе Санкт-Петербурге на протяжении двух недель. Заключения этих комиссий были, естественно, доложены Седнову. В результате Седнов обратился к Кокошину Андрея Фанасьевича, тогда занимавшего должность заместителя министра обороны, и Черномырдина, с предложением передать мои разработки в области «Шпинели», в том числе и все мои наработки в области «Гамма-Лазера», значение которых было подтверждено по запросу председателя Государственной технической комиссии при президенте РФ, крупнейшим ученым Российской Федерации, академиком Трутневым. Дискутировать с ним о такой сложнейшей теме в области физических явлений, как конгрентное излучение, и получить одобрение и поддержку, для меня это было, конечно, необыкновенным счастьем. Что же получается? Получается, что на протяжении почти 30 лет две сверхдержавы пытались решить некую научную проблему и стратили на исследования миллиарды долларов, пришли к выводу, что проблема не имеет технического решения, по меньшей мере, на данном этапе, но при этом в некой частной лаборатории некий Петрик создал этот материал. Возможно ли такое? Хотя бы теоретически. И все же мы исходим из непреодолимых фактов, что броневая и оптическая керамика создана. Она существует, и это не подлежит никакому сомнению. Ее подтвердили крупнейшие специалисты в нашей стране. Более того, вот она лежит здесь, перед нами, в виде реальных обтекателей. Вот они, реально лежащие перед нами, готовые изделия, то есть обтекатели, прозрачные, в ультрафиолетовом видимом ИК-диапазоне. Вот специально слегка окрашенный, называемый это ювелирный, да, с ювелирной шпинерой. А вот это результат исследований, которые уже теперь, в наше время, проведены снова, казалось бы, окончательно и уже навсегда. Где проведены эти исследования? По заказу министра обороны, с которым я встретился лично, казалось бы, где министр, где я, он дал указание. Путилин принял его, я с ним также встретился. В кабинете у Михайлова было назначено встреча с учеными. Там впервые я познакомился с Магдасаром. Я пользуюсь разработанным им замечательным, фантастическим оборудованием продольно-горизонтального синтеза. И я передал обтекателю для проведения исследований в Институте Шубникова. Вот эти разломы, это они испытывали прочностные характеристики. Институт Шубникова дал заключение. Это шпинель. Но прежде чем дать такое заключение, сюда приехал Магдасаров. Привез с собой крупнейшего специалиста-химика Кокзареву. И они здесь находились три дня. В их присутствии я синтезировал исходные порошки для шпинели. Они побывали со мной в моих цехах. Они осмотрели оборудование. То самое оборудование, которое я заказал в городе Армавир, те самые пресса, то самое оборудование, которое не имеющее аналогов, созданном в городе Ржев, военный завод электромеханика, который по моим эскизам конструировал, главный конструктор этого завода, ГРИЦ, это специальное оборудование для производства сверхчистого скандия, который у меня является присадкой к шпинели. Виктор Иванович Петрик открывает новые страницы в области создания новых материалов. Он нужен отдать должное Виктору Ивановичу. Он очень открыт для дискуссии. Он принимал активное участие во всех наших начинаниях. Все, что мы хотели, мы все получили. Теперь, среди крупных достижений, это вот шпинель, температура плавления которой 2135 градусов. Это очень высокая температура и очень агрессивная среда. Виктор Иванович показал, что эту проблему можно решить путем получения поликристаллов при более низких температурах, при температурах максимально 1200 градусов. 900-1200 градусов. Вот в этом интервале можно получить эти материалы. Теперь вторая работа, которая, на мой взгляд, очень интересна, это работа с клемьем. Я думаю, что энергетическая проблема по клемьям будет решена с помощью работ Виктора Ивановича Петрика. Несомненно, эти работы являются прорывными. Они открывают новые страницы в науке. Обязательно должна быть оказана помощь Виктору Ивановичу, потому что он идет впереди всей планеты. Он впереди всех идет. И государство должно поддерживать эти работы. Это новая страница в материаловедении. Я с большим удовольствием поехала вместе с Хачатурсаковичем, поскольку мне было очень интересно, наконец, все-таки узнать и понять, каким образом применяются нанотехнологии и, скорее, даже как они создаются. То, что я увидела, меня просто действительно поразило, потому что то, во-первых, те результаты, которые я увидела, и самое главное, та простота технологий, с которыми я ознакомилась, и как достаточно все-таки профессиональный химик могла их оценить, то есть действительно ли они могут существовать или нет. Я была поражена. Вот этот прорыв, например, в области создания поликристаллической шпинели, это просто действительно прорыв, потому что в Америке, вот насколько нам известно, они бьются над этой проблемой, но пока она не решена. Тогда что же произошло? Как случилось, что я синтезировал шпинель? А вот что произошло. Традиционно шпинель синтезировали из сульфатов алюминия и магния, не обращая внимания на зернистость. Ну, делали мелкозернистый порошок микронных размеров, потому что что? Вот здесь и есть самое главное, то, что я сейчас скажу. Дело в том, что в 1987 году в Сибири известная часть моей биографии для меня были созданы уникальные мои личные лаборатории, оснащенные великолепной библиотекой. Книги я получал с любого конца, с любой библиотеки СССР. Я разным занимался, но одним из серьезных занятий был синтез различных минералов, в том числе для ювелирной промышленности. И вот там впервые я синтезировал черный опал. Мешок черных опалов мы отправили тогда в город Идер-Эдерштайн, где выдали сердечный кадр, в котором было указано, из какого австралийского месторождения они получили. Это месторождение чрезвычайно известно. Там был найден знаменитый опал Диванширский, принадлежащий семье князя Диваншира размером в 100 карат. Я повторил этот опал. В моих руках находится этот шедевр, который ни одна экспертиза мира не отличит от настоящего опала Диванширского. Для того, чтобы получить эту специфическую илезиацию, изменение цвета, из него изнутри полыхает фиолетовый, меняющийся на зеленый, я тогда, ничего не зная о понятии нанотехнологии, интуитивно или осознанно понимал, что мне нужно произвести сверхмелкодисперсные порошки. Здесь я хочу сказать несколько слов. И это очень важно. Так что такое нанотехнологии. Чего не знала наука еще 10 лет назад? А вот чего. Сегодня мы знаем, что если взять частицу в размере до 100 мм, от 10 до 100 мм, то она обладает иными свойствами, чем этот же материал, будучи в микро-размерном состоянии. Другие свойства. Другая температура плавления, другая теплопроводность, другие реакционные способности. И вот я с целью получения моего черного опала произвел золь-гель методом порошки наноразмерные. Почему никто никогда ранее не получал наноразмерные порошки? Потому что находясь в этой размерности, частица обладает чрезвычайно высокой реакционной способностью. И они мгновенно между собой соединяются, называется это агломерируют, агрегируют. И каким бы мы способом не получили частицы, золь-гель методом из растворов или взрын-ель методом, мы на выходе всегда получим микроразмерные частицы. Так как же случилось, что в частной лаборатории был создан материал, который пытались создать две сверхдержавы на протяжении десятков лет? Видимо, что-то произошло, что-то решающее. А вот что. Впервые для синтеза и опала, и шпинели, и сегодня других материалов, которые я делаю, были применены наноразмерные порошки. Я растворил исходные металлы, магний и алюминий, не в серной кислоте, как это делали до меня, а в спиртах. И получил наноразмерные порошки. как я получил наноразмерные порошки. Дело в очередь. Это так называемые золь гель-технологии, которые до меня делали и все знали. Но впервые я додумался до того, чтобы на определенном этапе ввести ингибиторы и тем самым предотвратить рост частиц. остановив ее в наноразмерном состоянии. Вот и вся тайна нанотехнологии. Один замечательный английский ученый сказал, мы и раньше это делали, мы только не знали, что так называется. Это неправда. Это хороший английский юмор, но это неправда. Почему? Никогда раньше в технике не получали наноразмерные материалы. Почему? Потому что каким бы способом мы не производили этот порошок, получаем ли мы его из раствора или получаем мы его взрывным методом. Мы всегда получали микро-размерные порошки, поскольку находясь в наноразмерном состоянии, любая частица обладает очень высокой активностью и они мгновенно восстанавливают свои ковалентные связи и разрастаются до микро-размерных частиц. Называется это агрегация, агломерация, неважно как, они вырастают. А если они не выросли, а вы откроете камеру, то они окислятся моментально, чаще всего сгорят на ваших глазах. и вот понимая, что мне нужны субмикрочастицы, тогда это так называлось, я в процесс получения порошка зольгель методом, то есть из спиртового раствора осаждая, я ввел ингибиторы. При приложении температуры и давления все эти ингибиторы улетучиваются, а в материале начинают образовываться зародыши, микрокристаллики, которые под соответствующим давлением упорядочиваются, ориентируются, и мы получаем прозрачный материал, обладающий уникальными свойствами. Тот же сапфир, аналогичный по твердости, но он в 14 раз уступает по, например, такой характеристике, как трещиноватость поликристаллического материала. Почему? Трещина возникла, ничто не ограничивает ее, а здесь она натыкается на следующий кристаллик и останавливается. И вот сегодня в моей монографии под названием броневые оптические материалы шпинель я показал, что из поликристаллического материала, известного ранее нам, который мы растили на машинах Багдасарова, что сегодня именно на основе поликристаллических материалов созданы лазеры, в частности именно по моей технологии созданы эти материалы в Японии, Япония поставляет в Америку. Это 20 киловатт, а до 100 киловатт рукой подать, это есть будущее оружие, с помощью которого можно будет резать летящие ракеты, снаряды даже. Вот куда надо идти. В этой книге я также показал мою работу, сделанную на Шпинели, не только для того, чтобы еще раз показать, что это я создал Шпинели, но и из-за моего особого почитания. портрет патриарха иерусалимского патриарха Деодора. Вот портрет патриарха Деодора, который я выполнил в Шпинели. Актуальна ли проблема Шпинели на сегодняшний день? Однозначно да. Вот все эти годы, с того момента, когда я не продал в Израиле Шпинель, не стук керамики в Израиле работал с этой же темой. И вот в декабре месяце 2010 года была опубликована работа Институт керамики Израиля, в которой сообщается о создании керамики Шпинели из сульфатов алюминия и магния с пропусканием в инфракрасной области, то есть это та Шпинель, которую когда-то сделали в США. Что же случилось? Почему я сегодня докладываю вам, многоуважаемый Дмитрий Анатольевич, об этой Шпинели? Дело в том, что я хорошо помню, как я сидел у министра Родионова, он вызвал также, когда своего заместителя Андрея Анатольевича Анатольевича Кокошина и мы обсуждали программу передачи технологии Министерства обороны. К большому сожалению, вскоре, буквально через 10 дней, Родионов был уволен и на специальном совещании, которое проводил Борис Тимфеевич Литуненко, российские академики заявили следующее, это очень плохой документ для них, они заявили о том, что вот Петрик утверждает, что его Шпинель обладает уникальными прочностными характеристиками, в том числе и твердостью. Нет, сказали они, хуже они это написали, нет, карбид бора тверже. Это страшно. Это не понять, что это сделали академики. Дело в том, что карбид бора это конструкционный материал, он не оптический. Это резцы, неплохие резцы для токарного станка. Никакого отношения не имеющего к броневым материалам. Таким образом, они раскритиковали, я рванул в Думу, я встретился с Селезневым, ко мне поехал председатель экспертного совета при Государственной Думе, господин Денисов. Он посетил все. Он был у меня в командировке две недели. Доктор технических наук, до этого заведовал кафедрой политического института, безусловно, грамотный человек. Мы сделали все необходимые. Он и по телевидению выступил. Академия национальной безопасности создавалась как структура, обеспечивающая потребности национальной безопасности. Все наши рекомендации с благодарностью принимаются и реализуются. Правда, последовательно, сначала Советом национальной безопасности, а уже Совет национальной безопасности с помощью Академии готовит правительственные постановления. У нас есть академик Петрик в Академии. Он разработал совершенно уникальную метку, которую невозможно подделать на основе антистоксовского эффекта. Это вообще только ему удалось пока, скажем так, удалось реализовать этот антистоксовский эффект, который носил чисто теоретический характер, никто не мог его получить. Мы его получили. Дальше у нас разработаны определенные материалы кристаллические для обтекателей ракет. Это опять обтекатели ракет? Мы беседули с министром обороны Сергеевым. Проблема буквально оборонной безопасности. То есть не так просто это можно везде продавать. Французы предлагают продать и нам. Мы ходим и ломаемся, потому что с одной стороны вообще бы неплохо их продать туда, с другой стороны ни у кого же больше таких нет. Они сразу получают выигрыш перед нашими ракетами. Зачем нам это надо? У себя не можем. А у себя денег нет. Министерство обороны разводит руками. Говорит, да конечно нам это надо. В чем дело? Ну вот мы им 10 дали за дармашку называется. А дальше что? И вот не так давно я передал мои материалы в Российскую Академию Наук. Как это происходило я расскажу в следующем обращении. А сейчас сообщу вот что. Российская Академия Наук то бишь комиссия по лженауке дала следующее заключение. Итак, пункт производства оптической броневой керамики предназначенной для работы в экстремальных условиях. Одна из одиннадцатых моих тем. по этому поводу товарищи академики из комиссии по лженауке преступной группировки созданной при Российской Академии Наук который имеет своего заказчика который имеет свое финансирование зарубежное о чем у меня имеется абсолютная доказательная база и документы показали следующее. Из сравнительного анализа литературных данных следует что прозрачный керамический алюминат магния имеет эксплуатационные характеристики ниже чем у прозрачного оксинитрида алюминия полученную саммит корпорейшем США для использования в качестве броневого материала. Это преступление. Это преступление за которое безусловно кто-то должен ответить поскольку это прямая диверсия и дезинформация правительства в особо важной области. Дело в том что фирма Сармет действительно производит так называемый ОЛОН который по всем характеристикам ниже Шпинели ниже Сапфира более того он еще более менее пропускает в ИК в ИК области но при этом слепнет после разогрева свыше 150 градусов и вот показываю конкретный документ мы видим мы видим на нем сейчас полосы пропускания Шпинели Сарфира и ОЛОН кроме этого в любом документе открыть достаточно тот же интернет показан что наряду с ОЛОНом Сармет продолжает исследовательские работы по синтезу Шпинели не так давно закупили 200 тонн пресс который нам кстати по моим технологиям абсолютно не нужен и если Шпинель производить методом гидравлического прессования то больше 200 миллиметров мы и не получим такого размера пресса должны быть а я собираюсь производить Шпинелевую броню хоть двухметрового размера и у меня есть для этого все созданные технологии мало того академики заявили что я украл эту разработку у института ГОИ и так мы сегодня посмотрели заключение которое дали все генеральные конструктора то есть заказчики этой керамики поступили молодцы из ВПК Петрик передал ВПК а ВПК нам и попросила нас сделать спектрально оптические исследования этих образцов вот мы исследовали пропускание оно совпадает со Шпинелем Петрику удалось получить оптические прозрачные керамики это очень крупные достижения вот это это направление очень важное его надо развивать и он развивает развивает пока Петрик один все проблемы которые он поднимает имеют колоссальное значение для промышленности огромное значение мне кажется что он настоящий работник он все делает все получается это либо очень высокоталантный очень талантный человек либо гений понимаете следует из этого что они не знали что в институте ГОИ сделана эта керамика не знал никто они платили от них беспрерывно шло сопровождение этой темы но они не знали что она была сделана дело наше в суде безусловно они будут осуждены за клевету но при этом многоуважаемый Дмитрий Анатольевич зная вашу замечательную познавательную потребность я надеюсь что вам было интересно услышать все что я рассказал но я задаю вопрос что же мне делать теперь со всем этим спасибо вам спасибо